Как часто человеку в голову приходят какие-то определенные идеи по созданию чего-либо? Чего-то нового. Конечно. А у нас поэтому в гостях Ильзат Каримов, дизайнер, архитектор, который, вот я даже покажу, пришла идея такая, зародилась в голове, вот, светильник в форме, как правильно сказать, даже цапли. Вроде бы просто скромно, изящно, и это будет, так сказать, дизайн продаваться. Ни в одной, ни в двух, ни в трех, ни в четырех, ни в десять, ни в двадцать, ни в тридцать, а в пятидесяти, в пятидесяти, в пяти странах-то не перебивай меня. Не перебивай меня. Прости. Здравствуйте, 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 доброе утро. Слушайте, много, много очень интересного вы с собой сегодня привезли. Это все, я как понимаю, ваши работы здесь есть. И часы, изящные, кстати, мне очень понравились. До безумия просто. Вот, что самое мне тоже очень понравилось. Интересно, что это? Скажите немножко. Это футуристический байк, который работает на магнитной подушке, ну, как бы левитирует на земле. Такой концепт, как в будущем я вижу транспорт. Слушайте, это ничего, что я так начал наш разговор, так что это расскажите, что это покажите. Расскажите немножко о конкурсе. Конкурс, сам конкурс, он начался в августе. Компания Mantra, она объявила конкурс на лучшую идею светильника. И любой желающий мог принять участие в ограничении фантазии, в идеях не было. И вот узнал об этом конкурсе на архитекторов.ру сайт для архитекторов и дизайнеров. Там постоянно выходят объявления насчет конкурсов. И решил принять участие в нем. На разработку было очень много времени. И так что проблемы с дедлайном как-то не было. В свободное время занимался этим проектом. Где-то недели две, наверное, заняло. Но после как сделал, отправил им на рассмотрение. Они принялись, сказали, все, ждите результата. Отлично. А откуда пришла такая идея придумать именно такой светильник? Именно такая идея, она возникла. Была идея создать светильник в виде пиксар, заставка пиксар, прыгающая лампа. Что-то подобное, чтобы это было похоже на птицу. И искал аналоги птиц. И наткнулся на идею китайской живописи. Там были рисунки тушью. Просто линии, ничего детального не было. Но сам образ мне очень понравился. И решил его взять за основу. И я оттуда уже отталкивался. Какие-то, может быть, особенности в этом светильнике, может быть, имеются свои. Помимо внешнего вида. Может быть, лампы вот эти, которые освещают. Но тут особенность в чем заключается? Это полностью имитация птицы. Здесь есть шарниры. Можно в любое положение делать. Достоячая, сидячая. И сама шея, она гибкая. То есть в любую сторону можно поворачивать. Это тоже имитирует движения птицы. Как бы все это учитывалось полностью. От сапли. Ну, слушайте, действительно. Я всегда удивляюсь людям, которые, так сказать, видя что-то красивое, могут... Это видео, когда тебе не донос. Видя, видя что-то красивое, опять же повторяюсь, что-то придумать такое необычное. Вы фанат Пиксара именно? Нет, я не фанат Пиксара, но... Потому что как бы именно сама прыгающая лампа. Поиск идей, она разная бывает. Иногда бывает просто вдохновишься просмотром природы, может быть, вот так. И кроме светильников, то, что вы нам только что рассказали, расскажите и про остальные рисунки, то, что вы к нам... Про разработки. Разработки, да. Часы, кстати, да, очень интересные. Можно будет зеленые тоже посмотреть? Итак. Часы, это часы. Сзади вас зеленые часы. Так, а вот это те же часы, да. Очень классный цвет. Часы называются Iron Samurai, «Железный самурай». То есть идея сама пришла от самураев. Вот видите, здесь на картинке доспехи вот эти. И вот эти часы, ремешок, он имитирует доспехи, эти самые такие брутальные часы, можно сказать, для... Не, ну здорово. Я, допустим, люблю очень Японию и все, что даже, как говорится, анимешные, что-то такое. Очень прям до безумия завораживает. В них какие-то особенные качества по... Кроме внешнего вида. Или, в принципе, так же, как и во всех наврочных смартах. Да, так же, как и во всех смарт-часах. Здесь больше сам дизайн, да, Ира? Да, сам дизайн. А вы заказы получаете на эти часы или как? Нет. Это продаете или... Да, бывает только, что раз, идея есть, ее нужно продать. Да, может быть такое. Ну, это сложно найти человека, кто хотел бы купить. В основном, это люди, если сами заинтересованы в этих часах, они сами на тебя выходят и уже обговаривают. Но, дорогие телезрители, идеи на часах и светильниках не останавливаются. Это так больше так разминочное, потому что мы видим фотографии, где разрабатываются идеи таких домов, отдыха, можно сказать, где можно провести. Расскажите вот об этом. Очень интересно, кстати. Этот проект – это образовательный центр на южном берегу Иссыкуль. Это на южном береге Иссыкуля? Да. Слушайте, по фотографии, если посмотришь, мне показалось, это где-то за рубежом, насколько недоступное для нас. Ну, вот такое предложение. Само вот это здание – это имитация волн волн и читается образ гор. Он на фоне гор находится и сам такая вот этот образ, он создает динамику, как будто здание, оно плывет вот так над берегом. Ну, здесь гостиницы, учебные блоки. Здесь дети в основном занимаются. Это как образовательное учреждение. В общем, вдохновением не нужно куда-то ехать, искать, ложиться там, где-то там куда-то под чем-то. Все это можно доступно, да? Посмотреть природа, матушка природа сама дает такую подсказку. Слушайте, это очень круто, здорово. Я вам завидую. Я вам скажу открыто, потому что мне бы такая идея просто в голову не пришла бы. Ну, фантазия у человека работает. Да, очень-очень хорошо. Единственная моя фантазия – это, не буду даже говорить, можно будет фотографии, что-нибудь рассказать, да? Нижние. Нижние. Это все тоже южный берег. Ой, не только южный берег. Иссыкуль, как я полагаю. Очень похоже на оперы, театр же есть же. Да, да, да. Вот как раз таки это же здание, просто оно в таком исполнении студийное. Получается, если в темное время суток, так сказать, в ночное время суток, да, будет так выглядеть. Ну, слушайте, таких идей для того, чтобы для нашего Кыргызстана, по фотографиям, если посмотреть, просто кажется где-то за рубежом, недоступное для нас. Хотя это можно все создать. Да. Какие такие большие проблемы, которые возникают перед архитекторами, дизайнерами? Расскажите об этом, вот в создании. Большие проблемы, наверное, поиски идей, чтобы это было функционально все и легко в возведении. Самые большие проблемы заключаются в реализации идей. в сложности конструкции, в просчетах. А так, в принципе, создать такую идею на бумаге, это легко, а воплотить в жизнь, это уже получается сложно. Гораздо сложнее. А вот, когда при создании таких вот светильников, вы где-то еще смотрите там варианты в интернете? Да. Как говорится, бывает же, на чем же надо учиться. Не стыдясь того, порой бывают люди, сначала копируют прям что-то, потом немножко как-то переделают, и со временем с опытом-сопытом уже придумывают полностью свое. Да, обычно так и происходит. Сначала смотришь аналоги, как-то берешь оттуда что-то важное для себя, и затем уже это все в целом синтезируешь и выдаешь свое. Откуда, как вы поняли, что вот именно это ваше, как вы открыли в себе этот талант? Вы с детства этим увлекались, или только поступив, вы начали рисовать? Ну, с детства, можно сказать, ну, я любил рисовать постоянно что-то. Потом была мечта быть изобретателем, что-то выдумывать. А после уже как школы принял решение для себя, что буду учиться на архитектора, и архитектура, и дизайн в ней связаны. Востребована ли в нашей стране эта профессия? Были ли уже такие небольшие проектики уже для, хотя бы даже именно такой простой, какого-нибудь офиса небольшого, может быть, кафешки какой-нибудь? Ну, да. Ландшафт был сталкивать? Был уже опыт? Был опыт в проектировании интерьеров, небольших магазинов. Каких-то выставочных павильонов. Как часто бывают провалы? Провалы? Такое, что, а, что ты делаешь, ну, что-то упустил, какой-то деталь, ты все это выкидываешь, потом панолы все... Ну, часто... Часто ли сталкиваетесь с этим? Разочарование бывает тогда, когда, допустим, ты занимаешься несколько днями одним проектом, а потом тебе заказчик говорит, это не то, давайте другим что-нибудь. И вам приходится заново. Да, и приходится заново. А в целом вы уже сколько лет занимаетесь этим? Самим дизайном уже два года где-то, наверное, занимаюсь, а так лет шесть учился на архитектор. Такая самая-самая-самая такая идея ваша, которую вы хотите воплотить? Самая идея? Можно определиться, узнать. Это, наверное, мобильные дома для Кыргызстана. Хотелось бы создать такой проект мобильных домов, чтобы они были легковозводимы и по стоимости не очень дорогие. Чтобы любой мог себе позволить этот дом, чтобы не было таких хаотичных застроек, что-то подобное. Такая идея есть, создать такой дом. Ну а если у наших телезрителей есть вопросы, конечно же, можете нам писать на WhatsApp. Я скажу номер WhatsApp 0774-7295-9292-775-74. А также вы видите у вас на экране, поэтому обязательно пишите, 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 да, мы ответим. Не волнуйся, не волнуйся, не волнуйся, не волнуйся, Диана. Все будет хорошо, заволноваться. Бывает ли такое? Что, на тебя отвлекся, забыл вопрос, который хотел задать, касаемый именно светильник. Прости, что попыталась тебя... Сбило меня. Автомобили. Автомобили. Вот вы про модбайк, мотоцикл, где он, я его потерял. Сейчас мы найдем, подождите. А давай, пока ты будешь искать. А, уже нашел. Вот, смотрите. Есть ли идеи с автомобилями? Хотят же их делать на воздухе, чтобы как-то на воде, как это было более экологически, чище. У вас какие идеи насчет, помимо мотоцикла? Ну, помимо мотоцикла, есть идеи... Именно связанные с автомобилем. Автомобиль. Ну, хотелось бы, чтобы автомобиль, он был экологичный. Это будет автомобиль, который работает на электричестве. У него будет генератор. И помимо аккумуляторов, солнечные батареи и ветрогенератор. То есть, при движении создается поток воздуха, и этот поток воздуха, он генерирует энергию уже в сам автомобиль. Так просто и, так сказать, на словах, вроде бы просто, да? Это все можно сделать. Это на самом деле действительно сложно, да, такое придумать, конечно? Ну, конечно, до сих пор же не придумать. Ну, вообще идея, говорю. А вот именно часы такие, они будут только такого цвета зеленого или еще? Нет, расцветка, она ограничивается зеленым или таким цветом. Любая расцветка, кому как нравится. То, какой цвет любит, например. Вы принесли именно зеленый цвет, подумала, что будет в зеленом. Зеленый, допустим, мне нравится. Серебристый тоже будет очень классно смотреться. Или как из белого золота. Это все тоже, в первую очередь, как вы считаете? Чтобы был доступный материал? Или все-таки это пускай будет дорого, но... Качественно. Не то, что качественно, а так изящно. Хотя и так выглядит. Ну, просто какого мнения придерживаете? Чтобы было доступнее? Доступно, я думаю, чтобы это было дороже. Металл, обычный металл. Который можно просто спроектировать, открасить и все дела. Не тяжело, не тяжело, в принципе. Почему, как с вашего мнения, ваше мнение именно, многие проекты именно наших дизайнеров, архитекторов нашего города, они так не реализуются, ваше мнение. Просто не касаемо того, что вы сделали. Наверное, нет людей, которые бы помогли заинтересованных, чтобы реализовать эти вещи. Но на это же нужны большие средства, чтобы... Люди боятся, как бы, или вкладываться в это? Ну да, может быть, тоже неизвестный опыт, наверное, для людей. Ну, смотрите, так сказать, для светильника не страшно, вклали их, как бы. Часы, мне кажется, тоже они очень, так сказать, здорово придуманы. И, в принципе, я бы, например, вот именно вот этот, я бы уже приобрел из-за цвета, смотри, так сказать, мне понравились. Значит, сами ли вы пытаетесь найти, так сказать, спонсора, который хотел бы в это в класс ваши идеи, искали бы или такие не находятся пока? Пока не искал, но у меня есть идея отреализовать именно эти часы. Мне тоже они нравятся, хотелось бы посмотреть это в реале, как это будет. А эти светильники у нас в Кыргызстане же, конечно, тоже будут продаваться, верно? И по цене еще неизвестно, да? По цене, да, еще неизвестно. Это сама фабрика, она определяет стоимость светильника. Ну, в Кыргызстане, я думаю, они будут продаваться. Ну, конечно, в первую очередь, должно же, наверное, все-таки. Идея, откуда вышла эта идея? Вы что? Из Кыргызстана нам в первую очередь. А материалы-то здесь, когда вы создавали же, вы обдумывали же, да, что, допустим, в принципе, доступны тоже, да, материалы? Материалы тоже самые нержавейка, алюминий, пластиковый корпус, что еще может быть, светодиоды. Ну, вот этот сам корпус, он из пластика, затем это все прорезинивается, чтобы была цельная конструкция. Была общая целостность, да? В целом, здесь нет ничего сложного. Будете ли вы теперь придерживаться, и будут ли подобные идеи именно связаны с птицами? С птицами. Может быть, что-то, какую-нибудь гарпию, или, может быть, в виде орла, может быть, в виде тукана даже, почему нет птиц? Ну, да, есть идея тоже сделать в виде птицы. Ну, это просто, наверное, будет образ такой, крыльев, наверное, что-то такое. Тоже это будет лампа. Кто-то другой, если услышал, вы не забираете относительно видео, где доказывается, что эта идея была первая, придумана у вас. И такая пауза, и пауза такая. Ну, я хочу напомнить, что у нас в гостях наш соотечественник. Что с моим рутом? Ну, сейчас быстро напомню. Изат Каримов, дизайнер, архитектор, который создал вот такой вот прекрасный светильник, который будет теперь продаваться в 55 странах мира. Мы вами очень гордимся. Спасибо. Вам хотим сказать большое спасибо за то, что вы уделили время нам, потому что идей очень много, так сказать, отняли у вас какое-то определенное время. Может быть, у вас будут какие-то пожелания для наших телезрителей, для всех тех, кто занимается архитектурой и дизайном? Ну, пожелания всем, кто занимается такими вещами, тоже верить в свои работы, не сомневаться в себе, постоянно заявлять о себе с помощью интернета, надо сказать. У нас много талантливых людей в Кыргызстане. Думаю, они найдут своего зрителя. Думаю, они найдут своего зрителя. Спасибо. Спасибо.